Друзья, привет! Вы на канале турагентства York Travel. Сегодняшний выпуск будет не совсем о странах. Наш выпуск будет об автомобилях. Нетипичный выпуск для киноакадемии York Travel. Но наши путешественники, прогуливаясь по современному городу Гуанчжоу, забрели на выставку, где публике был представлен электрокар. Казалось бы, что тут такого? Как можно удивить современного человека электромашиной? Но китайцы способны на все. Специально для York Travel мы сейчас снимаем китайский автомобиль. Это два электрокара, которые выпущены. Первый, AP9, модель NIO. Это новый китайский автомобиль. Стоимость этого автомобиля 1 миллион с копейками юаней. В общем, 140 тысяч долларов. Наверное, будет проще его будет снять с этой стороны. Давайте внимательно посмотрим, на что похож этот шедевр. Как-то не верится, что китайцы сами придумали дизайн. И это недоверие не случайно. Если смотреть на крышу и стекла, то первым приходит в голову Бэтмобиль. По моим ощущениям, из серии «Бэтмен возвращается» с Китоном. Если посмотреть на капот, то можно найти сходные черты с Феррари или Ламборгини. Над лицом машины китайцы как следует потрудились и совместили несовместимое. Дутые колесные арки, низкая юбка, рубленные элементы бампера. Смотрится эффектно. Сзади же это типичный Ламборгини Авентадор. Немного переделанный, конечно. Но, несмотря на все придирки с точки зрения оригинальности, машина получилась эффектная и запоминающаяся. Мы пытались узнать, сколько максимально может она разогнаться. Нам не сказали. Также есть здесь трактор. Он напоминает песню. Этот стоит, как мы посчитали, 488 тысяч юаней. Также мы из-за узкоты магазина не можем снять их полностью. Ну, это 70 тысяч. Этот автомобиль, который напоминает учительный Бэтмобиль. 140 тысяч долларов. Ну, выглядит очень бомбически. Вот такие вот машины производят. Электрокары. Новый электрокар. Номер один по Germany Board, как мне сказали. Не знаю, надо проверить. Поначалу я очень обрадовался за китайцев. Первое место в Germany Board. Вы представляете, какая это диковинка. Вы представляете, какое это счастье. А потом подумал, а что такое Germany Board? Вообще существует ли такой журнал? Или может быть это какой-то известный интернет-портал? Может быть это известнейшая какая-то газета в Германии? И начал искать информацию. И оказалось, что Germany Board не существует. Хотя, по мнению китайских менеджеров, именно первые строчки в хит-параде Germany Board занимает данный автомобиль. Особенностью NIO можно отметить эффектную внешность при любом освещении и времени суток. Не знаю, будет ли популярна китайская Tesla на нашем рынке, но у нее есть все необходимые атрибуты, чтобы стать лидером в современном мире. Крутой дизайн, сохранение экологии и быстрая скорость. Максимальная скорость, кстати, 313 км в час. Неплохо, как для электрокара, не правда ли? Способно проехать 427 км. От Харькова до Борисполя, думаю, доедет. Цена на китайском рынке 140 тысяч долларов. Внутри же NIO напоминает классический космический корабль или Hyundai. Обратили внимание, как должен выглядеть руль будущего? Крутить баранку уже не модно. Практически прямоугольный контроллер с информационным дисплеем вместо клаксона. Как интересно психовать, сигналить и бить по рулю в пробке? Тоже нельзя уже. Вот такие китайцы умеют делать машины. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и ждите следующих видео. До встречи! Подначе он мне очень любился. Подначе он мне очень обрадовался. Да. Лиф. Да, Лиф. Да. Это лучше-то не говорить. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал. Подписывайтесь на канал.